Путин и Сталин. Что общего у этих диктаторов? Почему Путин постоянно меняет военное руководство своей армии? И что на самом деле за этим стоит? Не пропустите! Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что президент России Владимир Путин не назначил единого командующего войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину, потому что рассчитывал на быструю победу, которую хотел приписать себе. Я в целом согласен с стейзисом о том, что Путин не назначил главного командующего, в первую очередь потому, что не рассчитывал воевать долго. В целом можно сказать, что Путин вообще не рассчитывал воевать. Когда он начинал агрессию против Украины, он действительно, наверное, верил, что это спецоперация. И в этих условиях, конечно, Путин не видел, наверное, смысла назначать главного командующего, потому что никакой войны, по сути, и не замысливал. Но почему же потом российский диктатор стал постоянно менять военное руководство РФ? Это происходит из ошибок и из неверного планирования оценок ситуации, из того, что не может Россия, если не может российская армия, достичь очевидных ощутимых побед. На самом деле Путин пытался переложить ответственность за неудачи в Украине на генералов. Тусуют всех из одной колоды, делаются перестановки, втюхивают этим военкором и там озабоченной этой общественности, пропагандистом шизоидным, о том, что смотрите, якобы это изменение. Но на самом деле это так, только витрина. Не получается, потому что это коррупция, кумовство в российской армии. Как правило, эти люди выходцы из одних учебных заведений. У них те же представления о ведении боевых действий. В опубликованном отчете аналитики Института изучения войны подробно проанализировали изменения в российском военном командовании с 24 февраля 2022 года. И пришли вот к чему. Путин, возможно, не хотел назначать командующего этим вторжением, чтобы избежать приписывания военному командующему военной победы в Украине. Динамика подобна той, что существовала между советским лидером Иосифом Сталиным и маршалом Советского Союза Георгием Жуковым во время Второй мировой войны. Сталин имел ограниченный и устаревший военный опыт. И, как сообщается, завидовал военным подвигам и славе Жукова. Путин не имеет военного опыта, что, возможно, еще больше повлияло на его решение не назначать командующего вторжением, который мог бы превзойти его, присвоив себе заслугу за ожидаемую драматическую победу. По мнению аналитиков, Путин, вероятно, стремился представить себя как главнокомандующего и вдохновителя успешного вторжения в Украину. Кремль ожидал, что Киев удастся захватить за считанные дни. Поэтому Путин хотел объявить это быстрое вторжение личной геополитической победой. Путин назначил первого командующего театром военных действий генерала армии Александра Дворникова в апреле 2022-го. Это был ответ на неудачную попытку России наступать на Киев. Уже много сценариев срывалось, очевидно, которые должны были бы реализованы российскими войсками. Это захват Киева, это контроль над Украиной, это в итоге присоединение Украины к России. Это все проваливается. А затем Путин заменил и этого генерала из-за неспособности Дворникова оправдать его высокие ожидания после отступления из Киева. В дальнейшем Путин начал менять военных руководителей постоянно. Потом действительно происходили разнообразные назначения. Они связаны, наверное, в первую очередь с тем, что Путин, очевидно, не удовлетворен тем, как эта самая спецоперация происходит. Конечно, Путин недоволен, и поэтому начинает тасовать руководство. Российские войска несут поражение по нескольким направлениям. Они потеряли контроль над Киевской, Черниговской, Сумской областями, Харьковской, правым берегом Херсона. Плюс на сегодняшний день не могут достичь ничего в районе Бахмута и в районе других горячих точек, где ведут наступательные действия. Но именно поэтому происходят постоянные изменения в кадровом составе. Именно поэтому пытаются найти тех людей, которые, имея те же исходные данные, неправильную оценку ситуации, вообще в саму преступную войну, которая сама неправильная по себе, они пытаются достичь чего-то. Не получается. В таких действиях Путин также схож со Сталиным, говорят эксперты. Но между ними есть и отличия. Путин также постоянно менял военачальников. Но отличие Путина от Сталина заключается в том, что Сталин не просто их менял, он в основном их репрессировал. И репрессии в большинстве случаев завершались смертным приговором. Путин, он все-таки довольно-таки трусливый тип. И все его действия, они это подтверждают. То есть он стремится избегать любых опасностей для себя. Наверное, довольно-таки серьезно боится каких-то переворотов, покушений на себя. Собственно говоря, откуда и происходит его бункерная сущность. Аналитики Института изучения войны считают, что такая регулярная смена командования привела к все больше раздробленности российских вооруженных сил и дезорганизации командных структур. А это, в свою очередь, ухудшает способность российских вооруженных сил проводить слаженную кампанию в Украине. Проблемы российской армии, они происходят не от того, что там меняют генералов или что там какие-то плохие генералы, а есть какие-то хорошие генералы. На примере российской и украинской армии мы видим, чем принципиально отличается общество России и Украины. Украинское общество – это все-таки общество, в котором происходит довольно-таки существенная перезагрузка, обновление и элиты, и молодые украинские генералы – это мы свидетели. Российская армия – это армия, в основном, довольно-таки пожилых генералов, которые получили свои должности благодаря, в первую очередь, умениям аппаратной борьбы, а не благодаря тому, что они великие полководцы или военачальники. А еще аналитики уверены, что Кремль и Минобороны России пытаются использовать изменения в командовании для создания желаемых информационных эффектов, чтобы компенсировать все худшие результаты на поле боя. Путин и Минобороны Российской Федерации либо скрывали, либо тщательно анонсировали изменения в командовании на протяжении всей войны в Украине, чтобы защитить себя от критики, найти козлово отпущение за военные неудачи, успокоить определенные голоса в российском информационном пространстве или объединить усилия, чтобы продать незначительные территориальные достижения, как оперативные победы российской общественности. Институт изучения войны. А еще вполне вероятно, что Путин может не только действовать в войне, как Сталин, а может вполне закончить так же, как и он. В конце жизни у Сталина тоже готовились разные сговоры и думали о том, каким образом его бы уже, собственно говоря, убрать и воспользоваться ситуацией, и взять власть в свои руки. Я думаю, что сейчас мы тоже наблюдаем схожий сценарий.